Так, здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья и все, кто только что ко мне присоединился. А я сейчас открою окошко и проведу вам обзор, сейчас, вот так, чтобы вы слышали, чтобы вы слышали эту трель птичью. И проведу вам обзор своего, так сказать, уголочка, в котором я работаю. Меня спрашивают, вы на даче работаете, сказали, а где вы там работаете? Слушайте, у меня мест на даче масса, но я вот на втором этаже, у меня есть детская библиотека. Вот этот вот шкафчик, он такой большой, высокий, полностью заполнен книгами детской библиотеки. И также здесь, которые не помещаются, я ставлю наверх и сбоку. И тут у меня лаптоп, книги, которые я читаю, и чашка кофе обязательно всегда. Я очень люблю кофе, я кофеман. А теперь поподробнее. Я сделала видео по поводу птиц, но, девчонки, я сделала интригу. Я спросила, интересно, что это за птицы? Ну, прям точно как Коко Шанель. И девчонки повелись, не посмотрев на название. В названии же уже было указано, что это сороки. Девчонки, я прекрасно знаю птицы. И сорок я знаю, и все, у меня есть прекрасная энциклопедия. Вот она. И мой приоритет в птицах, первоисточник, это дроздов с фамилией птичий дроздов. И здесь вот абсолютно, абсолютно уже все птицы, каких только птиц здесь нет. Кого здесь только нет, мы с сыном изучаем, изучали и будем изучать. Вот. Здесь много всего. Конечно же, я знала, кто и что это за птичка. Но дело в том, вот здесь у меня книжки интересные и мифы, и история человечества. Но хочу обратить ваше внимание на мою любимую книжицу для детей. То, что я советую. Я не знаю, знаете ли вы такую писательницу Джоанн Коллинз. Джоанн Коллинз – это великолепнейшая писательница, которая написала «Ветер» в вербах. The wind in the willows. Великолепнейшая история. Здесь, когда мы с детьми читаем, мы делаем анализ каждого персонажа из этой книги. И мы узнаем все о людях. Вообще стараюсь, когда с детьми работать, всегда стараюсь проводить полный анализ. Потому что каждая сказка – это не просто так. Каждая сказка – это что-то нам автор хотел сказать. Каждого персонажа он хотел нам рассказать, что это за персонаж. И наверняка автор встречался с этими персонажами. Братья Гримм – это хорошо. Андерсон – великолепно. Но двигаться надо, ребята, двигаться, развиваться надо. И, конечно же, учить детей английскому языку. И обязательно пусть детки читают в оригинале. Когда детки читают в оригинале, тогда у них кругозор расширяется совсем в другом направлении. Потому что мышление в оригинале отличается от пересказов кратких. Теперь давайте, я имею в виду мышление авторов, именно то, что они хотели передать. Дальше у меня вот здесь, вот на моем столике, картинка. Картинка, но это не простая картинка, это вышивка. Я вышивала крокусы. Специально вышивала для дачи. И как они кстати сейчас. Весна, закончился март. И вот мои крокусы, они меня радуют. Видите? Конечно, сейчас профессионалы по вышивке, как вот я показывала свою вышивку до этого, другую. И сразу профессионалы, у нас очень много профессионалов смотрят, сразу же написали свое фе. Дорогие мои, я прислушалась к вашему фе. Но продолжаю работать, продолжаю вышивать, наслаждаться жизнью и своим хобби. Но кто мне скажет, что это плохо? Но кто мне скажет? Ладно, дальше, дорогие мои. Дальше вот эта великолепная картина. Нарисована не мной. А нарисована эта картина Танюшей. Танюша уехала и подарила мне свою картину. Как раз, кстати, на даче она мне очень подходит. Вот такая вот волчица, волчонок. Такая красивая картина, прям прелесть. Это Танюша нарисовала. Ну, а тут мой букет. Я всегда на столе ставлю букет с живыми цветочками. Как мне уже написали, девчонки тоже любят живые цветы. Обязательно, девочки, облагораживайте себя. Но никогда не покупайте цветы. Я вас умоляю, пусть вам покупают цветы ваши любимые. Вы им просто говорите. Иногда, слегка, так как бы, невзначай. Но я как бы в этом не имею нужду. У меня всегда есть цветы под рукой. Я их выращиваю. Но если, это я говорю, если вдруг цветы, как и духи, покупать нельзя. Их должны вам дарить. Но не принуждайте. Никогда не принуждайте своих родных и близких. Это пошло. Принуждать. Купи мне цветы, купи мне духи. Вот когда вам делают предложение или от души дарят, вот это хорошо. Тогда просто научитесь восторгаться. Когда вы первый раз, когда вам подарили букет, вы восторгаетесь. Вы восторгаетесь так, чтобы этот человек хотел вам носить букеты.